Ну, а сейчас, наверное, вот я думаю, ты всё-таки расскажешь, наверное, как вы на велосипедах там ездили. Как вы поехали? Кто надоумил тебя? Ну, вот после того, как мы в Индию съездили с Игорем, да, ну, поскольку мы уже с ним дружились и в Коктебеле вместе, он ко мне присоединился, палатку поставил, и мы очень долго стояли в палатке. Это значит, мы давали концерты, да, вот, выступали в музее Волошина и раскрутили эту богему. Так и сейчас, оказывается, там что-то выступали. Да, мы и сейчас тоже, да, у нас программы по Весенину, по Гумилёву, я читаю большое количество стихов, наизусть всё это, да, Игорь на гитаре, вот, вокал, ну и вот. И я говорю, что, Игорь, я очень хочу поехать по Европе, потому что я познакомился с американцем. Привет, привет, если Игорь смотрит, да, Игорёк мой вот рядышком здесь. Вот, и значит, я познакомился с одним американцем, который увлекался бальными танцами, здесь приезжал сюда, очень любил здесь наши бальные танцы, учился, платил какие-то деньги, купил здесь квартиру, огромную, по-моему, значит, из этих пяти комнат он стены все убрал и сделал танцевальный зал. И вот я был свидетелем, как он приглашал людей, они танцевали бальные танцы, он смотрел, он учился, значит, ещё раз говорю, танцевал сам с девушками. И мы подружились, его звали Сет, вот, он замечательные фотографии делал, и он мне подарил фотографию венецианского мостика в Венеции. Я так влюбился в этот мост, красивая фотография, красный мост, оттуда гондолы выплывают, я прям её повесил, вот, где мой столик рабочий, я работал, я всё время любовался и думал, нет, я должен этот мост увидеть. Надо разбиться, как вот Саи Бабои, хотя бы увидеть, пусть я с ним не встретился, в смысле, не взял у него Даршин, ни собеседования не получилось, но я его увидел, мне этого достаточно было, я хочу увидеть этот мост. Стал звонить Игорю, я говорю, Игорь, он говорит, нет, я не могу, у меня не получится, там, то, сё. Стал искать, кто бы со мной поехал, я говорю, я хочу поехать на велосипеде. Сэт мне говорит, у меня на Гранд Кареджо, там, там, квартиры, там есть квартира, приезжай ко мне, я тебе сейчас всё, говорит, нарисую. Вот ты подарил мне эту фотографию, да, и на ней он прям нарисовал Венеция, Гранд Кареджо, новое, да, это самое, что-то такое, гетто, новое гетто, какое-то новое гетто, отсюда топ-топ-топ, он пишет топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ, и прям ко мне, и вот такая схемка, вот у меня, я с ней вместе потом с этой фотографией поехал. Вот, ну, к сожалению, должен сказать, что, ребята, не надо никогда ездить с людьми, которых ты не знаешь. Меня познакомили с каким-то парнем, он велосипедист, но он мало уже меня, лет на 20, мне тогда уже было 50, уже с небольшим, то есть шестой десяток, вот, а он был футболист, у него мощные ноги, у него велосипед Пежо. У меня был Италия, так, сборная, но зато были колеса, Беретто, итальянские колеса, и очень хорошая дутая рама, чешская рама, по тем временам, очень дорогой был велосипед, сборный, хороший, горный велосипед, а у него Пежо. И вот мы и познакомили, но виделись мы всего 3-4 раза, ну, так немножко поездили, вот, и, конечно, я понял, что он хороший велосипедист, но как человека я его не знал, вот. Тем не менее, так сказать, благодаря его вот этому характеру, его упорству, это тоже очень хорошая вещь. Что произошло? Значит, мы с ним собрали велосипеды, купили билеты до, ой, сейчас я забыл, как же это называется место, ну, через Белоруссию, в Польшу. В Польшу, да, я помню, ты Польшу. В Польшу, мы купили билеты в Польшу, но продумывал я маршрут уже из Чехословакии, из Польши надо было доехать до Чехии, вот. И из Чехословакии уже мы должны были поехать, там уже нас должны были встретить через Германию, и, в общем, мы хотели через Германию уже ехать, расчехлить велосипеды в Польшу или из Чехии, там будет видно. Короче говоря, мы доехали до какого-то приграничного городка и до Варшавы, всё. Доехали мы до Варшавы, велосипеды мы свои собрали, и я говорю, Саша, надо знать, что сделать. Надо узнать, всё-таки это очень дорого, давай вот по моему маршруту, давай-ка мы поедем в Прагу, посмотрим, что будет из Праги. Мне сказали, что из Праги будет дешевле, вот, если мы доедем, а там уже садимся и по нашему маршруту уже на велосипедах. Билеты были у меня до Португалии. В принципе, не билеты, а маршрут, маршрут до Португалии, Саша. Вот. И, значит, он говорит, ну, хорошо, давай. Мы сели на электричку, доехали парочку остановок, вот эти роковые остановки. И вышли мы на автовокзале, вот этот бас-стейшн. И пока мы, значит, посмотрели, нет, билеты тоже дорого для нас, потому что у меня было 600-500 долларов, или евро по тому времени, сейчас, сейчас я говорю. Тогда ещё долларов, наверное. Кажется, долго, да? 500 долларов, да. И 100 долларов мне занял мой приятель, сказал, Рек, на всякий случай, если, так что, приедешь, не понадобится, значит, вернёшь, понадобится, ну, потом отдашь, когда сможешь, потому что тебе лишние 100 долларов там пригодятся. На 50 дней у нас виза, 50 дней. Значит, и мы через Италию, через, вот, хотели через Германию, Италию, Венеция, вот, дальше я хотел Испанию, Португалию. А он сказал, что он составит компанию. Он говорит, приезжайте, мы вместе, он тоже велосипедист, великолепный велосипедист, я знаю, сет, к которому мы ехали, да, вот этот американец. И вот, значит, мы, я говорю, нет, Саш, наверное, давай вернёмся и попробуем всё-таки из Варшавы. И пока я думал, он куда-то сходил там в туалет, потом приходит и говорит, слушай, ко мне подошли, по-моему, бандюганы наши, и сказали, что, чтобы мы приготовили бабки платить, как это называется, такую пошлину для бандитов. Потому что они, это, как называется, не охраняют, а, значит, контролируют эту зону. Крыши, крышуют. Крышуют эту зону, поэтому, говорит, не вздумайте никуда, потому что мы вас всё равно вычислим. Поэтому лучше отдайте деньги, какую-то там часть. А у меня, я забыл сказать самое главное, у меня здесь была сумка, и впервые за всю свою жизнь я денег не прятал. У меня было 6 100-долларовых бумажек. Почему я никуда их не положил? Потому что куда бы я ни ездил, в Индию или ещё куда-то, меня всегда останавливают и говорят, так, пройдите, пожалуйста, в комнату, сколько у вас денег? Я говорю, столько-то, покажите. А деньги я всегда прятал, извините за выражение, в трусы. Мне мама там зашивала, или там девушка зашивала мне в трусах внутри карманчик. Туда клались основные деньги, булавка. Вот, и поскольку ты ездишь там, всё это там уже, и вот как-то куда я ни приезжаю, в Индию ехать. Игоря проводят, все проходят, а мне говорят, вот это деньги, покажите. Я говорю, ну у меня там 400 долларов, покажите. Я говорю, да они у меня, раздевайтесь. И вот я раздеваюсь, я начинаю трясущимися руками эту булавку отстёгивать, вытаскивать, показывать. Они меня этими самыми какими-то там сигнальными просвечивают. Раз, потом, значит, еду куда-то в Венгрию, и уже перейти надо венгерскую границу. Здесь будка стеклянная, и сидит она, все проходят. Раз, следующий, раз, раз, дело доходит до меня, а здесь обратно. Точно так же, раз, раз, обратно. Две стеклянные будки, вот прямо так здесь одна очередь быстро идёт, здесь вторая. И тут я, я на стоп, так, паспорт, паспорт, ага, так есть, так, money, how much, я говорю, ну там 300, покажите. Я говорю, ну, показывайте, а стоя, никуда не повернуться, здесь повернёшься, здесь люди идут, сюда здесь стеклянная будка, здесь народ. Я начинаю лезть в трусы, лезу в трусы, она так, у неё глаза вот так не остановятся, она так приподнимается, а мне надо это, это дело, мало того, что вот это вот, мне ещё надо там, в трусах, туда надо расстегнуть. Я не могу булавку расстегнуть, она уже у меня, это самое, потому что уже она заржавела, я её и так, и сяк, и я смотрю, то ли ей смеяться, то ли она вот так вот как-то привстала, я хочу отвернуться от неё, а здесь люди на меня уже смотрят. Короче говоря, каким-то образом я умудрился два пальца засунуть, вытащил, фух, показал, она расхохоталась, посмотрела, поставила печать, и я сказал, чтобы я ещё в штаны, деньги. И это была моя большая ошибка, надо было куда-то спрятать, куда-то зашить, вот мой напарник, вот он зашил в разные места, зашил свои деньги, он мне не сказал, он не сказал у меня, сказал, он не сказал, сколько, у меня человек открытый, да, я говорю, сколько, я говорю, 600 там, это, да, он ничего не сказал, вот, и мы как на всем, и дальше такая история. Я сказал, больше не буду, вот пройдём, когда эту самую таможню, Польшу, всё, после этого я буду прятать. И у меня сумка, а я её забыл закрыть, и у меня прям вот эти бумажки, потому что я думаю, сейчас вот мне скажут, как назло в этот раз меня не просвечивали, и они так и остались. И когда я говорю, Саша, я ему сказал, Саша, видишь, написано, полис, полиция, идём, идём, и скажем, что нас предупредили. А он оказался человек, вообще, он меня, к сожалению, не слушал, он молодой такой, кому, какая полиция, ты чё, кому нужна, кому мы нужны с тобой, там, ну, я-то английский язык немножко знал, я мог бы сказать, что, сказать, что нас бандиты, там, это, самое, да, он сказал мне. И он, я ещё не успеваю ничего сказать, даже не успел закрыть, мне бы закрыть в эту сумку деньги как-то хотя бы куда-то. Я вот прям вот так вот, он хватает велосипед, говорит, пошли, едем обратно, хватает велосипед, а поскольку мы в связке, а когда один, ты же не поишь на велосипеде, ты даже в туалет не сходишь, никуда ставишь велосипед. Да, и я, значит, за ним, и он едет, и он спускается в тоннель, а это тоннель, который им нужен. Они нас как раз в этот тоннель и это самое, и для них это лакомый кусок, всё. И мы, значит, идём и уже вдруг слышим, алло, вы чё, не поняли на чистом русском языке, вы чё, не поняли, и с другой стороны, хоп-па, другая банда, человек пять. И с этой стороны нам в затылок, здоровые лбы такие, и хоп, мне вот так вот, ну чё, ты чё, с пропорутой печёнкой хочешь поехать? Мы чё, сказали? И я так, а этот стоит, я говорю, ребята, ну вы понимаете, мы же с велосипедами у нас, так, короче, раз, это самое, сует руку, вытаскивает моих 600 долларов, а там ещё русские деньги, он отстегивает, швыряет в обратную руку. Я говорю, ребята, подождите, ну вы хоть совесть имейте. Я ещё, мы ещё не приехали даже. Я даже ещё ничего не понимаю, потому что я соображаю это потом, говорю, такие, я, я когда пишу, я быстро работаю, соображаю, у меня идёт и работает, а здесь я, как бы это, и он говорит, у него есть деньги, не волнуйся. Если крикнете, с пропорутой печёнкой сразу, никого, вообще никого, и полутемнота, и с двух сторон мы окружены, вот так вот. И он говорит, и велосипеды об стену, я посмотрю, как вы поедете, всё. Я говорю, ну, мне-то, я говорю, вы же мои деньги, это все мои деньги, у него, говорит, есть. И они поворачиваются, и я ещё не успеваю, они, хоп-па, и они рассеиваются, и никого. И мы остаемся вдвоём. И я говорю, и он мне, ты чё, ты, чуть ли не своими руками, я говорю, Саша, я вообще ещё даже не, я тебе сказал, пойдём в полицию, как надо, ты, ты, ты. Я говорю, хорошо, всё, давай, выезжаем, давай, выезжаем домой, я у тебя занимаю деньги, я еду домой. И он, ну, как мы едем домой, мы уже потратили с тобой по 200 долларов на, на эту самую, на эти, как называется, на визы. И что, теперь сюда потратили деньги домой, я говорю, ну, а хорошо, а как? Он говорит, ну, у меня есть деньги, я говорю, а сколько? Ну, не важно, у меня есть. Я говорю, ну, у меня денег нет, смотри, занимать я уже не буду. Тут 100 долларов, которые я должен отдать, вернуть людям, у меня денег нет. Он, ладно, поедем. Я говорю, единственное, что я могу сделать, Саша, я когда был в Индии, я познакомился с поляком, его зовут Томик. Очень хороший парень. Мы с ним подружились, там, на йогу вместе ходили. Он живёт в Кракове. Давай попробуем, заедем в Краков. Вот у меня его координаты, телефон. Может быть, он нам займёт деньги, потом я с ним рассчитаюсь. Он говорит, ну, давай. Не буду рассказывать, как мы поехали. Дальше мы старались ехать без денег. Потому что мы каждый, как нас полиция, как контролёры, как мне приходилось тяжело, потому что, когда к нему обращаются, он на меня показывает, говорит, он, всё он. И приходилось говорить мне на английском языке. Они говорят, наверное, тикет, тикет, полицаи. Там это, это, как я выворачивался, чуть ли не это самое. Там с велосипедами вся эта история была. В общем, приехали мы, конечном итоге, в Краков мы доехали. Меня взяли этот, как называется, паспорт, записали мои паспортные данные, выписали штраф на 300, там, чуть ли не на 300 евро. И дальше мы приезжаем в Краков, просидели ночь, я ему звоню, он взял трубку. Я говорю, Томик, это я, говорю. Он, да, Олег, ну давай, сейчас я выйду. Он к нам подъехал. Я говорю, ты можешь занять деньги? Он говорит, ты знаешь, у меня, говорят, три дня назад я выдал замуж дочку. Свадьба была, я все деньги угрохал на свадьбу. Ребята, ну давайте так, идите, я вам скажу, давайте я вам куплю билеты до Чешина, идите через Чехию, это будет короче. И я сейчас вас покормлю. И мы пошли в кафе, он нас покормил, купил нам билеты, мы с ним обнялись. Я ему, Томик, спасибо, если что. К сожалению, я потом потерял записную книжку и потерял его. Он говорит, вы потом мне напишите, как вы добрались, как, какие приключения. Я сказал, хорошо. Ну, была потеряна записная книжка в поездке. И дальше мы все. Мы доехали до этого Чешина, велосипеды. И дальше мы пошли через всю Чехию на велосипедах. Значит, сразу же моментально мы оказались на автобане. Через несколько минут уже подъезжает полицейская машина. Нас тормознули. И с нас, хоп, по 200, ну, условно говоря, 200 долларов. Я там чуть ли не на коленях, что мы были ограблены поляками. Вы понимаете, друзья мои, мы, это, Непаль, русские, русские бандиты, там, это все. Короче, я снизил до 50 долларов. 50 долларов пришлось ему отдать. Он злой был. Он оказался вообще очень, человек такой, ну, в общем, не очень приятный, скажем так. Он все время уезжал. Он меня бросал. Потому что он мог уехать. Я терял его из виду. А ты без денег, без всего. А я без денег, без копейки. И я... Как мы поняли, он ел. Зависел. Как мы поняли, он... Наверное, да. Потому что я вот еду, он уезжает, он быстро, он все быстрее, быстрее. Я скажу сразу, я потерял 28 килограмм. Представляете? А поездка была мощная. И дальше мы приехали в Вену, уже в Вену. И мы из Вены трое суток не могли никак выехать. Потому что, помня, что мы на автобан, нельзя категорически выезжать. Как мы ни крутились, мы все время выезжаем на автобан. Мы опять туда, мы сюда. И мы едем, едем и опять на автобан. И третий раз на автобан. Наконец, он идет, покупает там за 5 долларов какую-то карту велосипедную. И дальше он смотрит. И мы сделали так. Как мы сели на электричку, выехали на второстепенную дорогу. И уже по этой второстепенной дороге перли, перли, перли. Лесами, лесами, да. И вдруг, да, ночевали мы только в лесах. Да, в лесу, да. Только в лесах. А, и самое главное, начались дожди. Когда мы сели и поехали по Чехословакии, через полчаса начались дожди. Да, и мы ели практически один раз только в сутки. Я варил кашу, рис. Ну, не знаю, да. Он мощный был парень, он здоровый. Ну, не знаю, крепыш такой. Вот. Я, конечно, стал где-то уже сдавать. Голодный все время. Ну, нет, мы оба были голодные. И когда... Это мы покупали, заходили. Он брал рис, я сказал, давай я буду кашу варить, что-то такое. Вот. Мне это все ерунда. Да, мне не нравилось, что я знаю, что когда едут велосипедисты, какой бы ни был, вожак. Вот ты едешь и все время смотришь. Увидел, что нет человека. Да? Остановился. Конечно, в связи. И ждешь. Иду, а я, например, еду, 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 да, да, это самое. И вдруг я вижу, его нет. Нет, а дороги-то расходятся. А у меня уже зрение не очень хорошее. Там мы едем С-22, а это вот, а там развязка. А куда он поехал? Я останавливаюсь. Я весь был на нервах. Меня всего трясло. И однажды получилось так. Он улетел, мы полетим, летим, летим. Он улетает туда, а я улетаю вот сюда. И мы потерялись. И мы потерялись. И все. Я все время говорю, Саша, ну куда ты уезжаешь? Ты что, не можешь подождать меня? Да, я медленнее еду. А телефонов не было тогда. Нет. Сотовых-то, да. Ну, я просто, я уточняю, да. Потому что сейчас современные люди не поймут просто. Ну, а как же? А что, что не позвонил? Время идет? Нет. Ну, он, я понимаю, что он на меня был зол, что вот я не кричал там, не спрятал деньги, не... Потому что получается, что чуть ли не вот это, своими... Потому что вот. Он говорит, как ты мог отдать деньги? Я говорю, я тебе сказал. Потому что я был настроен на то, чтобы полиция нас сопровождала. Я бы сказал, дайте нам полицейского и проводите нас опять до вокзала. Правильно. А там мы сядем. Потому что я бы не рисковал. Мне сказали так, ребята, которые возили машины, они сказали, Олег, польские бандиты, это очень страшные люди. Он говорит, я, Сережка Севогрифкин. Он говорит, мы вдвоем, мы перевозили машины, нас ожидают. И они прямо вот подъезжают, понимаешь, и хорошо, что у нас было две машины. Потому что они с оружием. И говорит, мы их, знаешь, как сделали? Мы погнали от скорости 100 километров, 120 час гоним. Они за нами. А мы их взяли, приостановили. И мы их в клещи зажали. И вот мы вдвоем. И у них, говорит, глаза вот такие. Они ничего не могут сделать. Мы, говорит, две машины их зажали. Но были убийства. Убивали людей за машины. И он сказал, Олег, если будут какие-то бандиты, деньги, лучше деньги отдавай. Потому что ты не знаешь. Один вот так вот удар, их нет никого. А ты с пропоротой этой самой. Либо печенью, либо спина, либо что-то. И он и так и сказал. Он меня воткнул и говорит, с пропоротой печенкой сейчас поедешь. Поэтому я был, конечно, я был испуглен. Я думаю, куда, какая, какие уже поедутые. Я еще ничего не понимал. А там все быстро у них технично. Я, в подтверждение твоих слов, хочу сказать, что мои все коллеги, когда я в Литмо работал, они ездили в Европу через Финляндию и через Швецию ездили. Они никогда не ездили через Финляндию. Через Польшу. Через Север. И вот мы как раз на эту банду, мы и нарвались. И понятно, что я, конечно, может быть, надо было, может быть, крикнуть, надо было там сказать, ребята, ладно, это самое, стоп, вы там это, дайте, нате вам 100 долларов. А это, это, это. Да, там неизвестно. Понимаешь, что, может быть, так надо было. Но я растерялся. Я творческий, как пляшак. Ты помнишь, как пляшак, Витя? Он когда, как-то тут его тоже остановил, он сразу весь кошелек там отдал, потому что он говорит, я не понимаю. Я этого, вот музыку я писать не могу. Так и здесь. Я-то уже, у меня это, диктофон, я собирался, договорился с издательством Питера, что я напишу книгу об этом путешествии, я уже продумал. А тут бах, раз, хоп, а деньги, как я забыл, морды вот эти семь-восемь человек. Ужас. Ну, изначально ошибка, что не с теми человеками. И я не с тем, да. И, конечно, я говорю, Саш, ну так же не делают. Мы уже в связке вдвоем. Но это еще не самое страшное. И, короче говоря, мы все-таки вот таким вот образом. Главное, мы понимаем, вдруг мы все время идем все выше, 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 ночуем в лесах. Это уже Альпы, я правильно понимаю? И мы же... Не, мы уже Чехию проехали, мы уже Австрию. Нет, я Альпы, Альпы говорю. Да, и мы в Австрии, и вдруг мы понимаем по этой карте, он говорит, елки, а он говорит, мы же в Альпы идем. И мы поднимаемся, и все, и мы пошли в Альпы. Дорога с Суворовской, Австерлиц. Пешком, на велосипедах, ну где-то едем, где-то уже это, где-то я говорю, давай отдохнем, я уже просто не могу, давай перекусим, ну что, молоко там, а он еще покупал вино, он любил мне, я-то его особенно не пью, я говорю, Саш, давай лучше на эти деньги молока купим, ну хоть молока, а молоко и вино одинаково стоило, что молоко, литр молока, там 75 центов, условно говоря, что вино, коробка 75 центов, он и покупал вино, и я так смотрел, мне это вино, я же есть хотел, вот, ну нет, ну где-то, и вот наконец мы, значит, Альпы, и вот мы в Альпы прем, 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 третий сутки, об этом можно много рассказывать, как ребята там, нас приветствовали мотоциклисты, где я попал на этот самый, разбил колесо, надо было выправлять, мне австриец молодец, помог тракторист, он бросил трактор, все принес, сделал, дети его пришли, пожали другу руки, он спросил, все, окей, 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 только после этого пошел, великолепный был, я просто так ему был благодарен, так же, где мы, у нас, у нас были инструменты, но по пути он все выкидывал, вот я взял инструменты, он просто выкидывал, выкидывал, я уже выкидывал, какие-то куртки, мы все выкидывали, и вот мы поднимаемся в Альпы, когда я седу, разговаривал с ним, он говорит, ну, 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 никаких палаток, ничего брать не надо, и 40 градусов жары, а мы понимаем, все варит. И снег пошел, снег, руки замерзают, перчаток нет, у меня все эти пальцы, и мы нашли какой-то дом, одной стены не было в этом доме, но там был камин, ну, у нас были спички, это естественно, и все, и нам пришлось 3-4 половицы, я прям вот ломал эти половицы и плакал, честно говоря, идеально обструганные, такие половицы, но видно, что этот дом брошенный, и его разрушали, и вот, и мы его двое суток, шел снегопад, какой-то снег, потом он таял, все мокрое, у нас запасной еды, это или нет, мы же спали в лесах, бывало так, что один спит, другой на костре сушит одежду, спишь почти чуть ли не в воде, мокрая, мокрая трава, очень это помню, это вся эта история, и даже он нашел какой-то дом, увидел там свечки, увидел теплые носки, выбил стекло, залез туда, то есть пришлось даже такие, потому что он был во Вьетнамках, в тапочках, можете себе представить, да, вот, и, значит, и после этого он надел носки теплые, свечка нас выручила, потому что благодаря свечке я научился, это, ставил свечку в ямку, вот эти вот палочки, веточки то они сырые, они все сырые были, свечка их разогревала, сушила, они загорались, потом это, и всегда у нас был костер, хотя везде было написано костер, fire, это самая нота, ну нельзя огонь, ну, мы уже плевали уже на это, думаю, заберут, заберут, вот, и однажды мы с ним вот потерялись, я уже хотел даже в полицию идти, вдруг смотрю, он возвращается, а я вот туда поехал, я говорю, Саша, ну неужели тебе, ну зачем ты просто, ну издевательство какое-то, это было вот ужасно в этом плане, ну, наконец, мы прошли эти Альпы, это Аустерлиц нас накормил, потому что поле, там Аустерлицское сражение на этом поле, там табличка, там все, это камень, там, вот, и здесь гороховое, что меня больше, меня уже не таблички эти интересовали, гороховое поле, все в этом, в зеленом горошке, и мы целый час ездили, этот зеленый горошек, мы его набрали, там, вот, он немножко помог, и дальше мы уже переходим, и спускаемся вниз, а там вниз, 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 и Италия, в Италии мы искупались, тепло, где-то кукурузное поле, мы немножко отъелись, в Венецию мы приехали, в Венецию, сразу к Седу, вот, он, это самое, он нас покормил, потом говорит, о, Тухадли, очень тяжелый велосипед, говорит, у меня 16 килограмм, у этого 12 килограмм, он говорит, вот надо какой, я поднимаю, елки-палки, а вот, 7 килограмм, титановый, титановый, да, уже легкий станок, и он говорит, ну, Алекс, он там, говорит, меня Алекс там вызывал, он говорит, я, говорит, уже все, завтра уезжаю, не получится у нас поездки, вот, я говорю, Сед, ну, у тебя есть хоть деньги, займи мне, он говорит, на, 50 долларов, говорит, больше не могу, ну, будет возможность, а Даш, ну, нет, не отдавай, не надо там, это, я понял, что он человек богатый, у него прекрасная квартира на этом Гранд Карэджо, все, он, мы его проводили, он уехал, но Венеция нас так здорово подкормила, потому что мы жили не самой Венеции, а не доезжая до Венеции, вот, в кустах мы прятали велосипеды, потом на велосипеды садились утром, приезжали, ходили по Венеции, потом шли перед закрытием на рынок, а перед закрытием они прям ящиками все вытаскивают, черешня, арбузы, какие-то огурцы, помидоры, мы прям сеткой, вот этим, пакетами это все набирали, и дня 4 или 5 мы отъедались, я просто варил хорошую такую похлебку овощную, в общем, покупали рис там на какие-то деньги, в общем, мы отъелись, погуляли по Венеции, я даже там, я даже поплавал в этом канале венецианском, пошел мыть ноги, поскользнулся и прям вот рухнул венецианский канал этот, в нем поплескался в грязном этом канале, гандалеры, так на меня просматривают, это я, да, но они такие, знаешь, зеленые мхом, таким вот, скользким, вот, и дальше мы, значит, поехали уже Флоренция, Пиза, до Пизы доехали, Флоренция, Сиена, Равенна, ну, конечно, это уже не те, ребят, поездки, когда ты голодный, потерявший уже столько силы, энергии, ну, конечно, что-то мы смотрели, куда-то нас не пускали, потому что мы в шортах, и надо было куда-нибудь в храм, там, не пускают в шортах, вот, одеваться мы же не будем одежду, можно, оказывается, можно, мы не знали, что можно было договориться, где-то какие-то хостелы какие-то были, или как они там называются, там могли три дня побыть, вас бы покормили, какую-то одежду, ну, ничего ни у кого не просили, так вот ехали. Наташа, я на секундочку хочу сказать, вот это путешествие и жизнь российского драматурга, который так на велосипеде, мне кажется, западные драматурги так не ездят на велосипедах. Это, вот я то, что сейчас говорю, это, я считаю, что это очень важно, что я сейчас сказал, это жизнь драматурга, драматург, извините, я вот об этом сейчас говорю, который до сих пор живет в большой коммунальной квартире, когда кто-то хочет какую-то реновацию, хотят сносить, а бараки не сносят. В центре города. Я вынужден это сказать, это важно очень. Я просто не знаю, сколько там осталось у нас вот этого, я хотел бы вот что сказать, я хорошо запомнил, как ты сказал, что когда мы наконец доехали, если я что-то неправильно говорю, то что это было давно, уже лет на 25-30 назад, ты меня поправишь тогда, поправишь. Когда доехали до Португалии, там наконец было здорово, я как помню, он говорил, там оказывается русских не видели никогда. Нет, 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 до Португалии мы уже не доехали, у нас сил уже не было. А, ну может быть что-то другое, может быть я что-то переполюю. У меня, я сказал, мы просто потом из Пизы вернулись обратно в Венецию, а там уже подкрепились, и хотели поехать через Словению, да, но нас не пустили, у нас денег у нас уже не было, и мы нас заставили обратно тем же путем снова через Альпы. А, вот так. И мы опять через Альпы, но тогда мы ехали, когда уже через Италию, были кукурузные поля, и мы ныряли в кукурузы, набирали кукурузы, объедались ее молочной, такой-сякой, и как-то уже стало было лучше. Но, я помню, что когда я велосипед вел, я уже если поворачивал направо, я вместе с ним в кювет уже падал, я уже весил, там я не знаю сколько килограмм, и потом мы, нас, да, и когда мы уже проезжали, я вот помню, в Венгрии, из Венгрии в Венгрии, Венгрии, Венгрии нас выбросил просто из поезда, хотя мы купили билеты, но он сказал, билеты на тикет, ой-ой, тикет на бицикле, это, я говорю, ну у нас нет денег, ну вот наши билеты, бициклета, я говорю, нет, и когда остановку он остановил, он выкинул наши велосипеды, нам пришлось выскочить, снова опять ждать другого поезда, опять униженно просить, короче, мы каким-то образом, у меня уже нога разбита, колено, я хромал, и мы наконец доезжаем до западной границы, и вы не представляете, венгерские пограничники нам ставят эту самую визу, что мы выезжаем из Венгрии, и когда они спросили, где вы были, я говорю, что бициклета, там, 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 они говорят, как? 5000 километров, и у них, вы не представляете, все, там 5, и аплодисменты, они стали аплодировать, да, они аплодировать, пожали нам руки, и, да, захонь, это захонь, и вы понимаете, и мы уже сейчас все, и уже Украина, да, да, западная Украина, и мы уже... Тогда еще она... Да, тогда еще была наша, советская, да, ну, а, нет, уже 99-й год, да, нет, еще 99-й, уже не советская, вот, ну да, уже союза не было, и мы, это, там, и мы переходим, и машины, люди пешком идут, и только мы, и опа, два пограничника, стоп, назад, что такое? Бициклета нельзя, я говорю, почему? Почему люди идут, люди пешком, да, можно, машины едут, грузовики, да, а бициклеты нельзя, почему? Продать хотите, скажут. Почему? Нельзя, все, короче, они нас завернули, а мы уже, вот, Украина, и дальше мы тогда уже сели на поезд, и мы уже в Коктебель рвались, уже к себе, в палатке, и мы выходим, и опять к этим пограничникам, они говорят, что такое? Я говорю, они нас не пустили. Это наши пограничники уже, да? Это те, на то, и уже западные. Украинские, украинские. Я говорю, ну, я имею в виду наши, что уже... Да, по-русски говорят, нельзя, нельзя, все, идите отсюда. Я говорю, ну, почему? Ну, дайте, вот, вот же уже наши сторонами, нельзя, все, пошли вон. Вот, и мы поворачиваемся, и приходим, и пограничники венгерские, я говорю, они нас не пустили, и говорят, увы... И он, матом, как мы их ненавидим. Это сказали венгры. Ну, ненавидим, говорят, сволочи. Я говорю, а что нам делать? Он говорит, ну, идите через другую границу. Мы по четырем границам трое суток мотались, мы не могли нигде пройти, и нам все время говорили, нельзя, нельзя, нельзя. Не нужно были от вас деньги, а денег у вас не было, да. А четвертая, четвертая граница, какая-то четвертая уже, я говорю, Саш, я уже не знаю, сейчас мы реку, наверное, переплывать будем, черт у велосипеды, давай хотя бы реку переведу, маленькая речка вот такая вот, переплываю, и вот граница, и мы уже, это самое, уже походим, смотрим, люди идут, пешком переходят, и я уже приготовил паспорт там, это, а он даже не посмотрел. Ну, давай, 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 идите, идите. Они даже нам не вставили, что мы въехали в Украину. Вот такая была история. У меня, я к этому, я не долго, совсем буквально пару слов скажу. Также мы, когда с танцором, мы с Сергеем, который ты знаешь, да, мы с ним на машине, у него-то много вот это здоровое, черное, и мы стояли, когда целый день стояли на границе, вот, а я синтезатор тогда вез. Они нам тоже устроили много часов, но Серега, он же немножко психованный такой. У него там оторвался, он там такой шум устроил, что они все перепугались просто. Короче, они нас пропустили-то, понимаете, они пропустили, они перепугались, они боятся, что если там еще что-то будет, он еще там больше шум устроит. Им просто нужны деньги. А уезжал я уже, выразил проще уже, потому что декларации там, они, ну, они, понятно, говорят, что вы хотите продать, вот, берете, вы там продадите, якобы, тоже на украинской границе. А обратно мне повезло, потому что я когда уезжал, уже из Феодосии меня провожали, я синтезатор, у меня был простой билет куплен, а ко мне подходит, говорит, а вы не хотите в купе проехать? Я говорю, ну, давайте, я готов доплатить, и меня проводники, значит, посадили в свое купешку, где они живут, а их не проверяют на границе. Я там положил, и я туда спокойно уехал. Но после этого я ни разу никогда ничего не брал на границе, потому что можно просто остаться без того, что ты с собой не берешь. Продолжение следует...